Далее смотрите интервью с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Он подвел итоги двухлетней работы военно-промышленной комиссии, которую возглавляет, а также рассказал о перспективах российской оборонки. И о своем юбилее Дмитрию Рогозину сегодня исполнилось 50. Дмитрий Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. Выступая в Государственной Думе, вы пообещали депутатам, что 9 мая 2015 года на Красную площадь выйдут новые образцы военной техники. Приоткройте завесу тайны. Чего ждать? Сейчас первый год реализации программы вооружения, которая рассчитана до 2020 года. Это годы, когда мы проводим глубокую модернизацию техники, которые уже находятся на вооружении. Ну, например, сейчас в военные круга поставляются, например, Т-72 танки, которые прошли глубокую модернизацию на Уралвагонзаводе. А вот в 2015 году, 9 мая, на параде победы, посвященном 70-летию победы в Великой Отечественной войне, мы уже покажем немодернизированные образцы. Это будут совершенно новые образцы бронетехники, которая пройдет по брусчатке Красной площади. Прежде всего, речь пойдет о тяжелых бронеплатформах Армата. Это тяжелый танк, тяжелая бронемашина пехоты, тяжелая инженерная машина, которая способна эвакуировать с поля боя танки, подбитые противником. Это платформа Курганец, это тоже гусеничная техника, но уже более легкого класса. И это колесная техника, платформы Бумеранг, бронетранспортеры. Все они отличаются тем, что это уже другое поколение военной техники. Эта техника будет основана на широком применении электроники, на дистанционных каналах управления этой техникой, на новых боеприпасах, новом вооружении, новом прицельном оборудовании, тепловизионном и так далее. То есть, это совершенно другой класс игры. И я думаю, что у нас народ получит дополнительный повод для удовлетворения той работы, которую делает оборонная промышленность. Мы уже сейчас имеем опытные образцы этой техники. Они были показаны и президенту России во время расширенной коллегии Министерства обороны в декабре в Москве. Мы эту технику показали Дмитрию Анатольевичу Медведеву на Уралвагонзаводе, когда проводили крупный наш форум с демонстрационными стрельбами в Нижнем Тагиле. То есть, уже эти образцы есть. Я сейчас говорю не о воздухе, не о мечтах, не о виртуальной реальности. У нас уже есть опытные образцы, которые начали проводить испытания. Я сам кое-что уже испытывал, спотрел, общался с генеральными и главными конструкторами и оценил по достоинству эту технику. Надеюсь, что за полтора года мы завершим все необходимые испытания. В войска уже поступят первые образцы. Именно они уже пойдут по Красной площади. Мы вас пригласили специально для того, чтобы подвести итоги уходящего года. Это один из вопросов. Насколько выполнен гособоронзаказ в 2013 году? Мы обычно подводим итоги исполнения государственного оборонного заказа в феврале уже наступившего года. Потому что тогда полностью аппарат правительства, аппарат военно-промышленной комиссии при правительстве представляет окончательные данные президенту. Но я могу вам сказать только одно. Сегодня я подписал очередное уточнение государственного оборонного заказа. А не уточнение вносится по объективным причинам. В частности, для того, чтобы основные ресурсы направить сейчас на подготовку инфраструктуры. То есть, мест хранения, баз дислокации флота, ракетных войск стратегического назначения. Потому что должен быть хозяйский подход. Всегда любое военное изделие должно иметь базу хранения, где будет соблюдаться его ресурс, сохраняться, где будет эксплуатироваться должным образом. К сожалению, в последние годы все это было десинхронизировано. И вот сейчас и Министерство обороны, и Министерство промышленности и торговли, военно-промышленная комиссия, которая соединяет в себе всех действующих игроков исполнения государственного оборонного заказа, мы пошли именно на решение по уточнению государственного оборонного заказа. Я думаю, я подозреваю, что исполнение государственного оборонного заказа будет либо 100%, либо очень близко к тому. Один из итогов года – это создание фонда перспективных исследований. Вы неоднократно говорили о том, что оборонная промышленность не сможет без настоящей военной науки, во многом возрожденной. Фонд перспективных исследований – это более 40 человек, и финансирование бюджет более 2 миллиардов рублей. Вот что могут эти люди на эти небольшие деньги действительно сделать? Какие задачи перед ними сейчас стоят? Эти 43 человека, которые у нас уже отобраны и работают в фонде перспективных исследований, это не самоделкины, которые сами что-то руками должны изготовить. Это специалисты высшего класса. Это люди, которые способны оценить ту или иную работу с точки зрения ее востребованности, с точки зрения того, насколько эта работа действительно представляет собой опережающий научно-технический задел, как говорят у нас в оборонке. И они должны отобрать эти работы. Несколько тысяч работ было представлено в фонде перспективных исследований. Это были академические институты Российской академии наук, это были коллективы молодых ученых, созданные или работающие в рамках вузовской нашей науки. Это были самостоятельные, самодеятельные коллективы, которые предлагали свои работы. Часть работ была отобрана, согласована с попечительским советом. В совет у нас входят заказчики, то есть те, кто будут реализовывать, принимать, закупать уже в окончательном варианте эти изделия. Это Министерство обороны, это Роскосмос, это Росатом и так далее. Так вот я хочу сказать, что задача фонда перспективных исследований стоит двойная. С одной стороны, это действительно высоко рискованные, прорывные вещи, которые могут создать новую реальность в вопросах вооружения, военной техники. Когда старые вооружения против этих вновь созданных вооружений покажутся просто игрушками, не способными добиваться какой-то эффективности. Но вторая задача, вторая очень важная задача, в условиях реформирования Российской академии наук, в условиях, когда президент сейчас ставит вопрос о повышении статуса генерального конструктора, связать генеральных конструкторов, созидателей новых видов вооружения, новых прорывных решений с фундаментальной наукой, где они могут заказать для себя опережающим образом исследования. Ну, грубо говоря, если решить какую-то задачу, надо иметь для этого новые знания, надо иметь для этого новые материалы, в том числе, например, композитные, новые сплавы. Вот все это должна дать фундаментальная наука. Но исследования в Российской академии наук должны идти постоянно и опережающим путем, с тем, чтобы генеральный конструктор мог уже обратиться к некой коллекции уже созданных знаний, отобрать из них необходимые и использовать уже в своей практической работе по созданию опытного образца вооружения или военной техники. Поэтому фонд перспективных исследований – это мост между фундаментальной наукой в лице РАН Российской академии наук и прикладной военной наукой в лице наших конструкторских бюро, в лице всей нашей военно-прикладной науки, которая и запускает механизм оружейного производства. А из какой среды должны выйти современные королевы? Потому что этим сообщением, этой новостью вы как-то взбудоражили информационное пространство. Президент согласен с тем, что статус и зона ответственности генерального конструктора должна быть совершенно иной, не так, как сейчас. Сейчас генеральных конструкторов мы утверждаем решениями военно-промышленной комиссии при правительстве России. Но в основном мы имеем в виду, что мы утверждаем людей, ответственных за разработку конкретного образца вооружения президентского ряда, которые помещены у нас в программу вооружения. То есть, грубо говоря, это генеральный конструктор конкретного танка или генеральный конструктор конкретной подводной лодки или конкретного перспективного авиационного комплекса. А должно быть по-другому. Нам нужны системные интеграторы. То есть люди, вот масштабы королевы, я это имел в виду, которые способны создать совершенно новое, уникальное направление в оборонной науке или в целом в науке, или в целом в производстве. То есть не просто конструктор с карандашом в руке, а конструктор с архитектурой в голове. А вот такого рода фигуры, конечно, должны уже пользоваться доверием, поддержкой и утверждаться их кандидатурой даже на президентом страны. Поэтому это наиважнейшая задача. Почему она возникла? Потому что сейчас мы до сих пор живем за счет выдающихся советской науки, советского оборонного искусства. Но оно должно было когда-то закончиться. И вот все, что сейчас мы модернизировали, это сладкие остатки того советского наследия в военной науке. Больше ничего нет. И более того, возникает опасность того, что генеральные конструкторы, с которыми мы сейчас имеем дело, они боятся рисковать. Они предпочитают больше рукой вводить по полке пыльной наследие советской науки, находить последние тетради и вот их реализовывать. А нам нужно совсем по-другому действовать. А какого рода оружие нужно современной России, чтобы в случае какой-то угрозы действительно было чем ответить? Угрозы, во-первых, должны быть четко проанализированы. Но они же сейчас проанализированы? Они проанализированы, да. И генеральный штаб вооруженных сил Российской Федерации представил фонд перспективных исследований свой взгляд на эти угрозы. Условно эти угрозы можно разбить на три группы. Это угрозы, исходящие от более сильного противника. Это угрозы, исходящие от противника, равного нам по силе. И это угрозы, исходящие от более слабого противника, коим может быть как государство, так и просто какая-то туристическая мощная группировка. Соответственно, оружие, которое должно быть создано, ну, в широком смысле оружие, да, военно-технический ответ, эти ответы не могут быть универсальны для всех трех угроз. То есть мы должны создавать специализированные виды оружия, но они должны быть связаны с единой системой управления вооруженными силами. Вот, собственно говоря, в этом направлении идет поиск. Главный принцип, который мы сейчас исповедуем при формировании уже новой программы вооружения, во-первых, это отказ от мелкотемии, это сокращение типажа конкретных вооружений и военной техники. Ну, нельзя иметь там семь модификаций танков. Не нужно, зачем? Не надо иметь несколько многоцелевых истребителей, когда нужна одна модификация. Ну, условно я сейчас говорю, да. Не нужно иметь, скажем, совершенно разные подходы к созданию атомных подводных лодок, где под каждую лодку надо создавать отдельный реактор. Это неправильное решение. Нужна некая унификация, универсализация решений. А для этого нужна единая техническая политика, которая будет пронизывать, как шампур, да, всю систему заказа вооружения и военной техники. Это первое. Второе, что касается самих, самого оружия. Мы должны сделать так, чтобы наша страна, которая очень большая, самая большая в мире, но с очень небольшим населением, всего 140 миллионов человек, у нас армия, миллион человек, чтобы вот эта миллионная армия была способна отразить любой вид угрозы. А для этого надо сделать так, чтобы каждый российский солдат, каждый русский солдат мог воевать за пятерых. То есть он должен быть оснащен средствами визуализации боя. Он должен увидеть противника раньше, чем противник увидит его. Он должен поймать на муску, условно, этого противника раньше, чем он сам попадет в прицел противника. Он должен поразить его так, чтобы противник не смог нанести ему ущерба. Это говорит о том, что мы должны создавать робототехнику, мы должны создавать систему управления боем на дистанции. Мы должны как можно дальше отводить конкретного оператора оружия от самого оружия, с тем, чтобы наш человек не попадал в сектор огня противника. Сложнейшая задача, но над ней мы сейчас работаем. И, собственно говоря, вот та техника, которую мы уже в 2015 году будем показывать, это уже первые наши ответы именно на эти вопросы. Вопрос может быть более глобальный. Как сделать так, чтобы с одной стороны укрепить обороноспособность страны, а с другой стороны не дать втянуть себя в очередную гонку вооружений, поскольку рост расходов военных, конечно, беспокоит и наших соотечественников в том числе? Здесь два варианта действия. И надо синхронизировать оба варианта. Первый вариант стоит в том, что на военные угрозы надо искать не лобовой, а асимметричный ответ. То есть надо руководствоваться принципом стратегии сдерживания более сильного противника меньшим ресурсом. Вам пример простой приведу. Представьте себе, что сидит здоровый, огромный, мощный мужчина, двухметровый, широкоплечий, у него автоматическое оружие в руках, напротив него мальчик, десятилетний, с пистолетом. Но оружие автоматически связано друг с другом. И этот здоровый мужчина может поразить мальчика очередью из автоматического оружия. Но он должен понимать, что в ответ он получит пулю. Всего лишь одну, но точно в лоб. Это простой пример, который показывает то, что сдерживание более крупной агрессии может быть асимметричным путем. И вот именно такого рода оружие, которое может быть основано на принципах оборонительной достаточности, разумной оборонительной достаточности, и надо создавать меньшим числом, меньшими ресурсами, более эффективно отражать более опасные угрозы. И вторая задача, которая, так же, как я сказал, должна быть разрешена синхронно, это трансфер технологий. То есть на каждом оборонном предприятии уже сейчас надо задумываться над тем, чтобы создавать и гражданскую продукцию, чтобы использовать огромные наши вложения, и не только финансовые, но и интеллектуальные, человеческие, в оборонную промышленность. Вот эти вложения используют и для синхронной раскрутки мощной, высокотехнологичной гражданской продукции. Мы стараемся это делать, и более того, в последнем послании президента федеральному собранию в военно-промышленной комиссии, которую возглавляю, прямо, публично была сформулирована задача. После 2020 года, когда объективно мы уже перевооружим вооруженные силы, и оборонный заказ будет уменьшаться, надо сделать так, чтобы наши заводы не встали. Они не должны быть прикованы только к тому, чтобы штамповать танки, танки, танки. Они должны уметь делать современную механизированную технику для сельского хозяйства, для машиностроения в целом. Мы должны научиться делать хорошие компьютеры, мы должны научиться делать современные средства связи, все остальное. Не покупать это, как папуасы, которым привозят расчески, а самим научиться это делать и выдавливать импорты из внутреннего рынка. Оборонка – единственный, кто может это сделать. И мы стараемся это делать. Исполняется в декабре как раз два года, как вы занимаете пост заместителя-председателя правительства и курируете военно-промышленный комплекс. Что может быть принципиальное удалось сделать за эти два года? Что вы считаете действительно результат? Честно говоря, мне казалось, что просто вряд ли мы сможем успеть, я вряд ли смогу успеть сделать все, что предстояло сделать. Очень многое пришлось реформировать одновременно. Из кричащего я назову следующее. Это, конечно, проблема в ракетокосмической промышленности, потому что когда я пришел на эту должность, у нас была, ну, просто драма. У нас сразу несколько было аварий, крайне обидных, резонансных в космической сфере. И всем было понятно, что перезрела реформа в космической отрасли. Сейчас она началась. Уже подписан на указ президента по созданию объединенной ракеты космической корпорации. Это итог работы комиссии, которая была создана президентом. Я ее возглавил, возглавляю до сих пор. И нам, уверен, удастся консолидировать космическую отрасль, омолодить ее, освежить ее новыми идеями. То есть эта реформа началась. Это крайне важно. Второе, одна из не более сложных депрессивных отраслей оборонки – это производство стрелкового оружия и боеприпасов. Заказов не было. Происходила деградация огромных советских заводов. Многие заводы фактически сильно влияли на ситуацию в целом в регионах, в отдельных городах. Сейчас первой ласточкой, мощной такой, красивой ласточкой у нас – это создание концерна «Калашников», который уже демонстрирует серьезное движение к тому, чтобы очиститься от прежних проблем. Модернизировать производство, поднять заработные платы работникам, соединить конструкторский потенциал, предложить вооруженным силам новые образцы оружия. И я уверен, что у них получится. Третье направление – это, конечно, государственно-частное партнерство. Я всегда понимал, что надо сделать все возможное, чтобы национальный российский капитал, национально ориентированный капитал, то есть людей, которые не только зарабатывают на себя деньги, но хотят, готовы рисковать, готовы войти в исполнение оборонных заказов, надо число этих людей расширить. Надо сделать так, чтобы разделить риски государства за исполнение оборонного заказа с частным капиталом. И сегодня этот процесс идет полным ходом. Создан Совет по государственно-частному партнерству. Созданы новые возможности для бизнеса. Например, такие крупные предприятия, как завод имени Дегтярева в Коврове, 12 тысяч работников. Прекрасный исполняющий оборонный заказ. Это частный завод. Завод «Орсис» в Москве тоже производит стрелковое оружие, снайперские комплексы, с которыми наша группа «Альфа», легендарная группа «Альфа» Центра спецназначения ФСБ России второй год подряд выигрывает Чемпионат мира по снайперской стрельбе. Это не видно, у нас такого не было никогда. Это РТИ-системы, это фактически организация, которая создает весь наземный комплекс системы предупреждения ракетам нападения. Это тоже частная организация. Понимаете? То есть, национальный капитал вошел уже в оборонку. Я считаю, что это очень важный, очень положительный процесс. Ну и, конечно, наверное, я хотел бы также отметить и такой момент, как создание просто правил игры, устойчивых правил игры. Наверное, сейчас никто не может сказать, что словосочетание «ценовые войны» присуще до сих пор оборонному комплексу. Все забыли об этом. А ведь это было совсем недавно еще. То есть, мы организовали работу так, что заказчик в лице Министерства обороны и исполнитель в лице нашей промышленности стали гармонично взаимодействовать друг с другом, обсуждают каждую проблему, делают так, чтобы синхронизировать все, все учесть, заранее подготовить промышленность к исполнению сложных задач. Вот это самое сложное. В любом деле, самое сложное – это его организация. – Десять лет назад на космодроме Плесецк мне показывали уже строящийся стартовый комплекс для нового ракетоносителя «Ангара». Рассказывали, что это будущее нашей космонавтики, но прошло десять лет, ракета так и не создана. Все-таки, когда она появится, и почему можно верить вам сейчас? Действительно ли условия настолько изменились? – Вам придется мне верить, потому что вам просто некому больше доверять в тех вопросах, которые связаны с реализацией планов подготовки промышленности. Почему? Потому что все, что делается сегодня по решению президента, по решению правительства Российской Федерации, все концентрируется в военно-промышленной комиссии. От нее очень многое зависит. И я отдаю себе полный отчет и ответственность, испытываю свою личную, персональную за то, чтобы все реализовать. По «Ангаре» конкретно президент подписал график создания ракетных комплексов «Легкая Ангара» и «Тяжелая Ангара». «Легкая Ангара» уже отправилась на космодром Плесецка. Она проходит сейчас тестовые испытания. Вместо массогабаритного макета теперь там уже настоящая ракета. Мы планируем, что в следующем году мы уже осуществим первый пуск «Легкой Ангары». По плану это май, май-июнь следующего года, 2014 года. К концу года мы должны будем запустить с Плесецка тяжелую Ангару. Смысл этой ракеты-носителя в том, что она модульная. То есть, как матрешка, одна нанизывает на себя новые модули, способные увеличивать полезную нагрузку, выводить ее на более дальние орбиты. И мы в 2018 году должны быть абсолютно готовы. И такие планы у нас есть. И они будут реализованы. Мы совершим уже пилотируемый пуск, пилотируемый полет на «Тяжелой Ангаре» уже со второй стартовой площадки, со второго стартового стола космодрома «Восточный» в Амурской области. Вот такие планы. Поэтому следующий год два очень важных пуска. И это уже ракета, которая создана не в советское время. Да, она очень долго рождалась в тяжелых муках. Но сейчас процесс ее подготовки, производства, ее создания и ее испытания находятся под полным контролем и военно-промышленной комиссии, и Министерства обороны, и лично министра обороны. Дмитрий Олегович, вы в эти дни отмечаете свой 50-летний юбилей. В связи с этим примите поздравления от Государственного телевидения России, от телеканала «Россия-24». А спросить вас хочется вот о чем. Вы уже успели быть политиком и сделать там карьеру, поработать дипломатом и заняться вот такой работой в правительстве. Все-таки где вы себя чувствуете больше на своем месте? Действительно интересно. Я всю жизнь готовился к этой работе. Я счастливый человек, потому что моя работа совпадает с моим хобби. Я коллекционер оружия, и я, собственно говоря, отвечаю за его создание. Я вырос в военной семье, которая насчитывает традиции многовековые. И советские, и российские, и российско-имперские, и русско-имперские, и так далее. Вот эту вот линию династическую, я ее чувствую в себе. И ответственность из нее вытекающая. Поэтому для меня крайне важно самореализоваться. А моя самореализация творческая и профессиональная может быть только в одном. В реализации тех планов, которые утверждены президентом, которые крайне амбициозны, чрезвычайно сложны, но очень полезны для страны. Вот смотрите, как только мы почувствовали, что у нас растут мышцы, растет ощущение безопасности, и у нас внешнеполитические инициативы наши стали гораздо более гармоничны, и гораздо более убедительны. И это одно тянет за собой другое. Классическая фраза министра иностранных дел Лаврова, что внешняя политика может делаться только с опорой на внутреннюю. Все наблюдают за теми процессами, которые идут в оборонно-промышленном комплексе, процессы, связанные с перевооружением вооруженных сил. Мир крайне сложный. Я четыре года провел за границей, хотя не являюсь карьерным дипломатом. Но так сложилась судьба, и я защищал интересы моей страны в штаб-квартире НАТО. И я очень хорошо знаю порядки у них в голове, что у них на уме. И, исходя из этого, просто понимаю, что в этом мире, очень таком хищном, непростом, страна может выжить только сильное, которое будет опираться над своей собственной силой, и защищать в том числе имеющимся ресурсами своих союзников. Поэтому без перевооружения мы просто никогда не сможем жить и чувствовать себя в безопасности. Есть ли у вас амбиция, которая превышает ту должность, которую вы сейчас занимаете? У меня, безусловно, есть амбиция, которая превышает должность, которую я занимаю. У меня родился на днях третий внук, и я надеюсь, что у меня еще будут и внуки, и большая семья. Я очень хочу гордиться своей семьей, и хочу, чтобы семья мной гордилась. Она гордиться может мной только тогда, когда семья будет знать точно, что отец или дед дело свое сделали добрым образом. Поэтому вот это моя самая главная амбиция. Чувство уважения в моей семье ко мне, и чувство моего уважения к моим наследникам, чтобы они тоже стали сильными и порядочными людьми. Время находите для внуков? Конечно. Ну, несколько часов воскресенья точно. Спасибо вам за это интервью. Примите поздравления с вашим юбилеем. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.